Добрый день. В студии профессор Губанов Сергей Семенович и ваш покорный слуга профессор Мусин. Тема сегодняшней нашей беседы Московский экономический форум уроки на будущее. Сергей Семенович, я к сожалению был в Сирии и вот этот форум, который с большой помпой был объявлен и проведен на прошлой неделе, физически посетить не смог. Но издали удивляло разнообразие докладчиков, совершенно разношерстная публика, причем наряду с чиновниками типа Якунина, учеными из западных стран. Были люди, так сказать, не совсем академического уровня. И это настораживало. То есть были большие ожидания, что действительно объявленный с такой помпой форум в условиях ухудшающей ситуации вокруг нашей страны. Он даст какие-то прорывные, эпохальные решения, предложения. Вот что там произошло на самом деле? Оправдал ли он эти ожидания? Ну, прежде всего, как у каждого события, у Московского экономического форума есть свои плюсы и минусы. И весь вопрос в том, каков баланс? Больше минусов или больше плюсов? Прежде всего, нужно сказать, что участники использовали информацию от оргкомитета, от устроителей этого форума. И эта информация на разных этапах подготовки была различной. Вначале Московский экономический форум мыслился, как едва ли не событие параллельное Питерскому экономическому форуму. От этого первоначального замысла некоторые члены оргкомитета спросили мое мнение. Я категорически не рекомендовал этого делать, потому что у Питерского форума уже сложилась не просто своя идеология, на что обращали внимание члены оргкомитета Московского экономического форума, что вначале якобы нужно противопоставить питерской идеологии некую московскую идеологию, что там не совсем государственная, а здесь будет более государственная. На что я говорил, что не существует ни одного форума, где представлена абсолютно чисто идеологически рафинированная публика. Потому что и на Питерском экономическом форуме очень много участников, которые исповедуют как раз государственную идеологию. Если говорить о патриотической составляющей, то там не меньше патриотов, чем тех, кто ориентирован на вашингтонский консенсус. И уже по этому признаку такое противопоставление было бы непродуктивным. Потому что мало что дало бы Московскому экономическому форуму, но на самом деле поставило бы многие позитивные достижения Питерского экономического форума. От этой идеи организаторы и устроители благоразумно отказались, перенесли сроки на март. И Московский экономический форум стал самостоятельным событием. Это позитивный момент. Дальше была другая задумка провозгласить Московский экономический форум как некое левоцентрическое или вообще социал-демократическое мероприятие. С моей точки зрения, этот посыл был не совсем рациональным. Почему? Потому что в нынешней ситуации и внешней и внутренней прежде всего необходим профессиональный экономический форум. Форум, который способен дать адекватную оценку реального положения в стране и в мире, реальных тенденций развития, противоречий развития. Особенно противоречия между финансовым и промышленным капиталом, то о чем мы говорили в предыдущих передачах. И безусловно отреагировать на ситуацию, которая складывается и сложилась по результатам 2012 года в отечественной экономике. И по большому счету, если говорить о судьбоносном направлении, то любая судьбоносная постановка предполагает прямой вопрос. Куда должна идти страна? От чего к чему? И вот если бы форум дал бы ответ на, во-первых, постановку такую бы дал, и во-вторых, еще и адекватный ответ на этот вопрос, вот тогда бы он действительно стал бы судьбоносным форумом. К сожалению, ни постановки такой, ни тем более ответа на него на форуме не прозвучало. И естественно, что это событие, несмотря на такой очень приличный организационный уровень, очень приличный масштаб, очень приличную аудиторию участников, но судьбоносным не стал. Тем не менее, это оказалось очень заметным явлением научно-экономической жизни страны. Почему? Потому что Московский экономический форум справился с одной достаточно серьезной задачей. Он стал зримым и весомым противовесом Гайдаровскому экономическому форуму. Гайдаровскому форуму. И вот Гайдаровский форум — это тот, который открыто несет знамя Вашингтонского консенсуса в нашей стране. Юмористическое положение мы его разбирали. Да. И здесь люди не скрывают, и в этом отношении их идеологии, их позиции, она совершенно, так сказать, понятна. Вот идеологии, которая выражала бы общегосударственные интересы, вот ее не было. И позитивный момент Московского экономического форума, что объявлено такое желание, что объявлено желание заполнить этот вакуум. Другое дело, как это получилось. Но само желание здесь, мне кажется, можно только приветствовать. Все отметили, участники отметили очень хороший организационный уровень, достойный Московского государственного университета. Я должен сказать, что за последнее время, начиная с 250-летия Московского государственного университета, которое отмечалось в 2005 году, вот начиная с этой хронологической точки, все крупные мероприятия, конференции, форумы, конгрессы, за которые брался Московский государственный университет, они в плане организации находятся на прекрасном уровне, с чем Московский университет можно только поздравить. Многие участники, с которыми я разговаривал, это участники и из СНГ, и, кстати, зарубежья, высказывали искреннюю благодарность организаторам за возможность побывать на таком представительном форуме и, самое главное, за возможность выслушать различные точки зрения и взаимно пообщаться. Это тоже был очень позитивный результат, и плюс к этому можно добавить прекрасную, такую творческую, незаорганизованную атмосферу в кулуарах форума. Это тоже все отметили. То есть вот такая гамма плюсов, которые положительно характеризуют Московский экономический форум. Что касается минусов. Минусы, они представлены прежде всего на содержательной стороне. На содержательной стороне. Прежде всего, любой форум, помимо значимой принципиальной постановки вопроса, он должен предлагать некую консолидирующую платформу. Он должен предлагать консолидированную позицию, которая есть на текущий момент. Если мы посмотрим на Гайдаровский форум, там есть четкая консолидационная позиция. Компрадорская. Она представлена, да, компрадорская платформа, очень, так сказать, откровенная, очень четкая. Она представлена вот этой обновленной стратегией 2020. То есть стратегией дальнейшего развала России. И экономического, и оборонного, и промышленного, и национального, и геополитического. То есть весь флакон, все, что касается деструктивных тенденций, то все это в стратегии 2020 в одном флаконе. И люди этого не скрывают. А на этом форуме все-таки по поводу платформы и задачи, это было объявлено, понятно? Вот, к сожалению, и это был еще один пункт моего принципиального расхождения, моего принципиального расхождения с организаторами и устроителями форума. Я считал, что форум может выполнить свою позитивную роль уже в полноценном смысле слова, только в том случае, если заявит, обсудит, продискутирует созидательную платформу развития России. И в качестве такой платформы я видел неоиндустриальную платформу. И позиция новой индустриализации, она была заявлена оргкомитетом форума. Но когда я посмотрел, что же будет значиться там в качестве платформы, то увидел, что оргкомитет и организаторы отказываются от функции консолидации новой экономической платформы. Отказываются. Они не выходят ни с консолидированным докладом, ни с консолидированным видением ситуации, угроз, противоречий. Чем вы это объясняете? Ну, здесь два объяснения. Я не думаю, что здесь некий, так сказать, умысел злой. Я думаю, что просто устроители и организаторы не доросли до масштабной, правильной постановки задач и целей Московского экономического форума. А это задачи и цели, я повторяю, это консолидированная платформа. Потому что большинство экономистов, экономическая общественность, она видит сегодня ситуацию в нашей стране совсем не так, и перспективы развития нашей страны совсем не так, как видят это участники Гайдаровского форума. И вот как раз обобщить эту платформу, наработать ее, обсудить, это было, с моей точки зрения, задача Московского экономического форума. Выйти на эту задачу пока не удалось. Но это не значит, что не удастся в следующий раз. Почему? Потому что я считаю, что члены оргкомитета, организаторы, устроители Московского экономического форума — это люди, которые способны к осознанию ошибок и к исправлению ошибок. Я в этом убежден, я со многими знаком, знаю профессиональный, то есть, научный уровень. Здесь на самом деле другое ограничивающее условие. И оно более важно. Оно более важно. Что я имею в виду? Если посмотреть сегодня на весь набор альтернатив, то он сводится к трем элементам. Первый элемент — это то, что отстаивают участники и заправилы Гайдаровского форума. Это то, что отстаивают идеологи компрадорской реакции и адепты Вашингтонского консенсуса в нашей стране. Что они отстаивают сегодня? Они сегодня ухватились за так называемую экономику предложения. Экономика предложения — это не что иное, как переписанный набор идеологиям реэкономики. И смысл этого очень простой. Государство отовсюду должно быть отодвинуто. Налоги должны быть сокращены. Государственные расходы должны быть сокращены. И социальные, и инвестиционные. Государству вообще нужно участвовать в экономике по минимуму и по максимуму развязать инициативу частного капитала. И не мешать частному капиталу. Старая песня. Мы это проходили. Никто у нас частному капиталу в 90-е годы не мешал. И все это закончилось полным крахом, закончилось дефолтом этой частной инициативы в августе 98-го года. Позиция Московского экономического форума. Здесь уже сторонники экономики спроса. Кто это такие? Это люди, которые считают, что государство должно не экономить, а наоборот тратить. Государственные расходы нужно увеличивать. Не ограничивать, а увеличивать. Валютные резервы страны нужно распечатать и пустить на созидательные проекты. Инфраструктурные, социальные, образовательные, то, что связано с человеческим потенциалом, с дорогами, с высокотехнологичной промышленностью, с научно-исследовательскими работами, разработками и так далее. То есть не урезать государственные расходы, а наоборот наращивать. И сегодня основные докладчики Московского экономического форума, они идут дальше, они говорят, что вот у нас есть валютные резервы, они достигают сегодня 8-9% ВВП, и их нужно держать не в ценных бумагах на иностранных счетах, а нужно превратить в инвестиции внутри России. То есть вот такая позиция. Безусловно, эта позиция на порядок прогрессивнее, чем позиция тех, кто отстаивает так называемую экономику предложения. Кто отстаивает? Это группировка, начиная с Чубайса и кончая Мау, Кузьминов, примкнувший к ним сегодня Дворкович. Одно из, так сказать, знамен таких относительно новых. И эта группировка, она имеет сегодня фактически, так сказать, идеологическую и административную монополию. Естественно, что Московский экономический форум представляет тех, кто недоволен этой монополией и как минимум хотел бы ее поколебать. Это тоже понятно. И естественно, что наращивание, скажем, государственных расходов в инфраструктуру, оно вызывает поддержку наших промышленников из соответствующих секторов. Именно поэтому на пленарной панели, хотя я очень не люблю этого слова, заимствовано, так сказать, из-за рубежа, поэтому буду говорить на пленарном заседании, мы видели в числе докладчиков тех, кто выступает за государственные инвестиции в инфраструктуру. Это представитель, глава РЖД Владимир Якунин. И забегая вперед, сразу скажу, что его выступление как раз оно было вполне осмысленным. Человек четко понимает, что он хочет, зачем он, ставит соответствующие вопросы, ради чего, ради решения каких задач. И его выступление было достаточно, то сказать, осмысленным. Было выступление, соответствующее по бюджетному направлению Оксаны Дмитриевой. Тоже вполне осмысленное, хотя, мне кажется, что она могла бы пойти несколько дальше и четко связать бюджетный вопрос с бюджетом новой индустриализации России. То есть такая постановка вопроса уже назрела. Я думаю, что это не противоречит позиции Оксаны Дмитриевой, и что в будущем она, конечно, на такую постановку, что она не против такой постановки и в ясной прямой форме ее поставят в следующий раз. Ну, по крайней мере, я думаю, что все предпосылки для этого есть. Но здесь тогда вопрос такой. Вы сказали, что организаторы будут эволюционировать. Но я более жесткий вопрос задам. Судя по составу участников, все-таки либеральный кромод достаточно сильно там было представлено. Слово Юргенсу дали, а профессору Кубанова, я так понимаю, почему-то авторы неиндустриальной парадигмы, сочли невозможным выпустить в качестве основных докладчиков и вообще пригласить. То есть это говорит о том, что люди не хотят поднимать этот вопрос о необходимости восстановления промышленности, о новой индустриализации. Хотя действительно в названиях пленарных заседаний понятия новой индустриализации фигурировало. Насколько вот эта позиция сознательная, так сказать, вот торможение, отторжение, почему вы там не выступали? Марат Мазетович, я внесу одно уточнение. На пленарном заседании Юргенса не было. На пленарном заседании был академик Никипелов, вел это заседание Руслан Гринберг, директор Института экономики и академического. Первым выступал профессор Бузгалин, который дал такую обобщенную, так сказать, картину России, так сказать, и окружающий, так сказать, мир, и какие социальные доминанты развития. Были представлены гости иностранные. Это прежде всего известный в научном мире Эммануил Валерстайн, социолог, профессор Ельского университета. Был Джегеш Колодко, который являлся министром финансов Польши. И был Альфриат Гузенбауэр, австрийский канцлер, бывший, так сказать, австрийский канцлер. То есть люди достаточно серьезные, достаточно известные. И, кстати, они выступили кое-чем интересным для наших так называемых либералов. Дело в том, что я на самом деле не признаю деление экономистов и вообще ученых на либералов и нелибералов в нашей стране. У нас на самом деле под либералами, под вот этой категорией собрались те, кто по-настоящему является реакционером и разрушителем страны. Это реакционеры. Это никакие не либералы. И если посмотреть, скажем, на либералов сегодня Соединенных Штатов, что они отстаивают, да, они протестуют против американской агрессии в Афганистане, в Ираке, да, против американского финансирования и вооружения, сирийской оппозиции, что вам известно лучше, чем мне, а наши либералы, они напротив, то сказать, поддерживают американскую военщину, они поддерживают, вы посмотрите, от имени либералов, тут совершенно мракобесное предложение о доведении рабочей недели в России до 60 часов, вы посмотрите, какие людоедские предложения по пенсионной системе. Это ликвиационный проект, в связи с этим, кстати, я бы хотел очень опасный прецедент обсудить с вами. Ливанов посмел, в общем-то, бросить оскорбление Российской Академии Наук, что вызвало, как бы, очень жесткую реакцию ответную Ж.С. Алферов, Фортов, и это очень опасный момент, потому что что собой представляют вот эти, так сказать, разрушители, ликвидаторы, да, будем говорить, откровенно, это ликвидационный проект, да, вот, и тот факт, что у нас наука и образование сейчас в их руках и объединено в одну структуру, да, и такие недопустимые выпады, я лично понимаю, что за этим стоит чисто меркантильный интерес, так сказать, все это дело, так сказать, приватизировать и поделить. Но с точки зрения развития государства, я бы хотел, чтобы вы акцентировали, так сказать, в чем же все-таки принципиальное различие на системном уровне образования науки, я как ведущий научный сотрудник института, в котором вот год назад или два года назад два нобелевских лауреата, откуда вышли, да, наши коллеги, вот, я все-таки имею право говорить, я понимаю о том, что не понимает господин Ливанов, и вот эта команда, которая разрушает и систему образования, сегодня посягает уже на академическую науку. Ну, я закончу еще вот эту мысль, вопрос, кстати, о моем участии. Нельзя сказать, что меня не приглашали. Я вынужден был просто ответить отказом на это приглашение. Почему? Что меня не устроило? Меня не устроило, прежде всего, такой вот оттенок партийности этого форума. Что я имею в виду? В качестве одного из спонсоров выступил Константин Бабкин, руководитель партии «Дело». Я считаю, что у меня здесь принципиальная очень позиция, не надо путать профессиональное с партийным. Даже если некая структура, с которой аффилирован Константин Бабкин, принимала участие в качестве спонсора, организатора, то все равно, извините, должен быть все-таки отделен в содержательный момент от организационного. А здесь Константин Бабкин взялся возглавить как раз направление по новой индустриализации. Но при этом Юргенс, так сказать, дифферамбой пел с Южным Штатом, если это организатор Бабкин. Я считаю, что это просто критически низкий уровень стратегичности. Это вот лебедь, рак и щука, форум это показал. Ну, я думаю, что как раз Бабкин очень уверенно провалил работу секций по новой индустриализации. И если бы не Академик Глазев, который как раз очень содержательно выступил на этой секции и очень четко заявил, что альтернативы новой индустриализации в России нет. И причем у Глазева появился очень интересный такой продуктивный момент. Здесь он, буквально, так сказать, по ходу попытался органически соединить парадигму новой индустриализации со своей известной парадигмой технологических укладов. Для меня это явилось очень приятным таким откровением, неожиданностью, приятным сюрпризом, что это было сделано буквально на моих глазах. И, безусловно, его выступление, вот Академика Глазева, оно, можно сказать, в какой-то степени не дало состояться сокрушительному провалу по новой индустриализации. Почему? Потому что Бабкин в состоянии был сказать о том, что в России деиндустриализация. Но вот чем ответить на деиндустриализацию и в чем состоит новая индустриализация? Это у него совершенно, короче говоря, этого урока он еще не выучил и не освоил. Все другие его участники, скажем, Александр Лебедев, небезызвестные, ему по новой индустриализации нечего было сказать, и он там, по сути, сводил свои личные счеты с правительством, желая... По-моему, Бабки критиковал. Да. И присвоил, что я Лебедева давал 3 миллиарда системы отмывания у Банка. Значит, желая выгодно расстаться со своими, так сказать, активами. Это смотрелось, извините, но совершенно, так сказать, ну не для этого, не надо так измельчать, так сказать, хорошую задумку Московской экономической формы. Ну и вообще эта ситуация, понимаете, напоминает мне примерно вот такую анекдотическую ситуацию. Вы помните, вот первые чемпионы мира по шахматам, да? Значит, с теннис, ласкер, да? И вот эта вот плеяда. Они же тоже пользовались спонсорами. Розыгрыш чемпионата тогда, да? Он, так сказать, проходил, надо было находить, так сказать, финансы, призовой фонд и так далее и тому подобное, да? Ну и представим себе, так сказать, ситуацию. Что именно ласкер нашел спонсора, который в качестве условия выдвигает, что, а вот партию мы будем разыгрывать, так сказать, через ход. Один ход делаешь ты, а другой делаю я, как твой спонсор. Нонсенс, да? Абсурд. Вот примерно то же самое и здесь, на Московском экономическом форуме. Одно дело, если Бабкин, так сказать, выступает, от имени некой, так сказать, организации, аффилированной там с ним, да? Вот, в качестве соорганизатора, но тогда незачем, так сказать, выходить и брать на себя руководство секции, тем более по теме, в которой ты не разбираешься. Вот этот момент, он был крайне отрицателен и, безусловно, здесь нанес существенный ущерб самой задумке. Если это будет повторено на следующем московском экономическом форуме, то на нем можно ставить крест, как на содержательной, ответственной площадке. Это момент безответственности. Это момент безответственности. Естественно, что для меня эта ситуация была спрогнозирована с самого начала, и я отказался в этом участвовать. Я не могу разделять, извините, заседание в секции с теми, кто не владеет вопросом, не владеет темой. Либо профессиональный подход, либо политиканство. И вот я считаю, что политиканству не место на московском экономическом форуме. И вот тогда этот форум будет на таком достойном уровне. И вот теперь возвращаясь к этому конфликту между министром образования и академией. Ну, моя боль здесь понятна, и мы в прошлый раз говорили о ситуации, связанной с ВАКом. А ВАК это как раз сегодня подразделение Министерства образования. Причем, когда ВАК передавали в Министерство образования, то там была такая формулировка, что Министерство образования не вмешивается в работу ВАК и осуществляет технические функции. Но, как оказалось, все ровно наоборот. И сегодня желание Министерства заключается только в том, чтобы ВАК остался, опять же, в его структуре. Прошло совещание у Медведева по данному вопросу. Там солировал Ливанов, министр образования. И весь его доклад сводился к тому, что мы все сделаем, мы все исправим, мы, значит, систему аттестации сделаем лучше в мире при условии, если ВАК останется, так сказать, вот в рамках Министерства образования. Но дело в том, что вот этот конфликт, вот этот конфликт Ливанова, так сказать, с Академией... Я, пожалуйста, Сергей Семенович, вас прерву. Мы же сегодня с вами услышали, так сказать, я был в ученом совете нашего университета, который подвергся эридерской атаке, да. И удивительно, но сегодня вдруг мы узнали, что, находясь в тюрьме, бывший председатель ВАКа, да, забирает то здание, за которого 6 лет назад я вынужден был опубликовать статью о его некомпетентности полной, да, и купленных должностях и званиях. То есть получается, что эта мафия, она продолжает работу, разгоняя юридический факультет ради того, чтобы эти здания сильно передать тем людям, которые хотели на них ранее наложить лапу. Это действительно звучит чудовищно, но когда это люди из Министерства образования, когда это эридерские команды, наверное, рано или поздно вопрос все-таки возникнет, постановка будет другой плоскости, связанная с их корыстными интересами, да. А вот что касается посягательства на основные институты, так сказать, системы образования и науки, вот это уже вопрос другого порядка. Марат Мазетович, меня всегда в любой ситуации прежде всего интересует отечественная наука. И вот за этим конфликтом стоят глубочайшие системные пороки, в том числе отбора и назначения правительственных чиновников высшего уровня, я имею в виду уровня министров, первое, первое, если министр образования заявляет о неэффективности и бесперспективности Академии наук, а мы знаем, кто ее создавал, когда ее создавали, с какими задачами и целями ее создавали, то это свидетельствует прежде всего о том, что у министра отсутствует элементарная государственная мудрость. Начнем с этого. Любой министр, это должен быть субъектом, носителем государственной мудрости. Больше или меньше, это уже зависит от способностей. Но как минимум должен быть некий джентльменский набор государственной мудрости. У Ливанова ее даже тени нет. Это первый момент. Это первый момент. Второй момент. Если ты, будучи министром образования, говоришь, что Большая Академия неэффективна, то почему бы тебе не задать себе вопрос, а я сам эффективен как министр образования и науки? То есть, кто оценивает, извините, эффективность Министерства образования и науки сегодня? Когда идет полный развал и на программном, учебно-методическом уровне системы школьного и высшего образования. Дальше. Это еще не все. Дальше. Ведь Ливанов из чего исходит? Ливанов исходит здесь из совершенно невежественного представления о том, как устроен учебный, научно-исследовательский и финансовый процесс в Соединенных Штатах. Поясните это вот на пальцах более подробно. Я могу пояснить. Почему-то ему взбрело в голову и не только ему. Я это читал и... Ну, Дмитрий Анатольевич, не будем? Да, я не говорю о председателе правительства, у которого такие же представления, и который именно по такому принципу и расставляет это со членов своего кабинета. Так почему-то взбрело им откуда-то, что основную нагрузку научно-исследовательскую в Соединенных Штатах выполняют не академические, а университетские центры. Но дело в том, что в Соединенных Штатах очень эффективно работает большая фундаментальная академия под названием National Science Foundation. И средства в этом фонде, академическом фонде, прежде всего, бюджетные. А не от корпораций. А откуда получают университеты заказы на НИР и НИОКР? От кого? Они не из бюджета получают. А здесь как раз уже крупная транснациональная корпорация типа Боинг, IBM и так далее. Они заказчики, и они финансируют университеты. То есть корпоративный сектор, он является заказчиком для университетов, а фундаментальная наука финансируется через бюджет. Что делает господин Ливанов и его компания выше и ниже? Они считают, что бюджет нужно переориентировать на университеты, научно-исследовательский бюджет, обескровить академию. Ну там какая материальная база? Но это же полный нонсенс. Это же дремучие представления. Люди с таким представлением, их подпускать нельзя вообще к научно-исследовательской сфере. Более того, это же разрушительные, деструктивные представления. Это же только с каменным топором на академию может министр образования идти. Все. Это человек каменного топорного века. По своим представлениям о том, как устроена современная наука. И спрашивается, какое может быть взаимодействие между Минобразом, так у нас между собой, так сказать, в профессиональной среде называют это учреждение, и думаю, что в принципе тут ударение правильно стоит. Да, оно и в советское время было примерно такого же уровня. Но никогда оно не было так адекватно, как в постсоветское время. Какое же взаимодействие может быть между Минобразом и Национальной Академией, Российской Академией Наук? И это еще не все. Уже по этой причине такого министра нужно выбросить как можно быстрее, в секунду. Почему? Парализовано взаимодействие между академической наукой и административным органом, федеральным административным органом. Все, человек не может. Это конфликт. Это конфликтный человек с совершенно деструктивными, варварскими представлениями. Дикарь с административными полномочиями. Даже если Академия по каким-то направлениям неэффективна, но ты стоишь сегодня во главе Государственного управления наукой, это твоя обязанность обеспечить эффективную работу Академии. Какими бы ни были условия трудными. По финансам, по кадрам, по молодежи. И так далее и тому подобное. Но это твоя обязанность государственного деятеля, министра, взаимодействовать и добиться результата. Когда два зама сидят в тюрьме, я думаю, здесь мотивация, наверное, другая. Академия лаковый кусок, который можно хорошо поделить. Совершенно верно. В чем все-таки методологическая, системная ошибка объединения в руках людей с каменным топором науки и образования? Поясните на пальцах. Объясню. Я закончу опять же эту мысль. По моему твердому убеждению, назначение министра образования и науки без согласования с Российской Академией Наук – это недопустимый порядок выдвижения кадров. Недопустимый. Не должно быть здесь личной вкусовщины председателя правительства. С кем ему удобнее? С кем удобнее взаимодействие министерства и академии, и университетов? Что будет результативнее? Вот по такому принципу должен идти отбор кадров. По такому. А теперь я объясню мою позицию. Я всегда был против, категорически против соединения образования и науки в одном министерстве. Это совершенно разные сферы. Но я на пальцах попытаюсь показать, что такое профессор у нас в учебном заведении. Это человек, который должен уметь по-новому интерпретировать уже твердо установленное, то есть старое и традиционное. То, что абсолютно неопровержимо. Но не всегда. Нет, учебный процесс это то, что уже канон науки. То, что бесспорно. Это учебный канон. Если у нас идет привнесение научного компонента, то это, как правило, другая задача. Это не по-новому объяснить старое. А это, наоборот, отыскать новое в старом. Этому тоже нужно учить. И, естественно, профессора должна и этот компонент немножко им-то сать владеть. Но функция науки, она-то целиком во владении этим компонентом. И это совершенно разные, я повторяю, совершенно разные сферы, совершенно разные задачи. Поэтому министерство образования должно быть министерством образования. А комитет или вообще надведомственный орган. Но в советское время был нормальный комитет по науке и технике. Тоже не совсем, я считаю, оптимально там было распределение функций и задачи, финансирования. Но там были свои проблемы разделения финансирования между головным, распорядителем ресурсов бюджетных и исполнительными организаторами. Не было цепочек. Это был второй вопрос. Сегодня его тоже надо закрывать. Сегодня эта же проблема тоже осталась. Но то, что в одном министерстве держать образование и науку, это категорически неэффективно. Просто категорически, заведомо неэффективно. И вот эту ситуацию, если уже говорить о конфликте между Минобразом и Академией, задача государства добиться эффективности работы Академии, а это можно сделать только во взаимодействии с правительством. И если правительство в конфликте с Академией наук, то исчерпать этот конфликт можно только одним способом. Отставкой вот таких министров, которые находятся в контрах с наукой. А в контрах с наукой они находятся исключительно по лоббистским интересам. Тут вы правильно сказали. Либо посадкой. Вы предлагаете еще один путь. Это уже не мой вопрос. Я в этом, кстати, не специалист. Но что касается вот этого конфликта, то я уверен, что только взаимодействие между фундаментальной наукой и контуром принятия государственных решений, а министерство это контур принятия государственных решений, только во взаимодействии мы можем отлаживать сегодня национальный научно-исследовательский процесс. Да, нужно загружать университетские центры заказами. Но делать это должно не, извините, государство за счет бюджетных средств. Это должны делать наши национальные корпорации. Наших национальных корпораций нет, кроме названий. Потому что настоящие корпорации это вертикально интегрированная структура. Это цепочки добавленной стоимости. Вот их надо создавать. И тогда ты будешь финансировать университетские центры и загружать их прикладными, научно-исследовательными работами, оперативно-исследовательными. Будешь наращивать университетскую базу научных исследований, лабораторную базу, приборную базу, аппаратную базу. Но перед этим-то надо обеспокоиться чем? Перед этим надо обеспокоиться созданием таких корпораций. То есть мы опять возвращаемся к тому же вопросу о запуске промышленности. Мы переходим везде. Какую бы проблему мы ни брали, но как только мы начинаем подходить к вопросу и решению, мы упираемся, опять же, мы к чему приходим, что ответом является новая индустриализация, неоиндустриальная парадигма. В связи с этим у нас многие зрители задают вопрос, сказано, что делать, вопрос как. Какие-то программные пункты, если у нас остаются еще 15 минут. Если время позволяет, Сергей Семенович, я прошу перечислить. Ну, прежде всего, если говорить о решении системных вопросов, прежде всего нужно четко перевернуть страницу разрушительного этапа и сказать, что страна переходит к этапу созидательного развития. Вот как перевернуть страницу разрушительного этапа? Я считаю, что она может быть перевернута только в одном случае. И признаком того, что она перевернута, является только один признак. Если вот эти разрушители под названием реформаторы, либералы, если они четко скажут обществу, что, извините, но мы делали не то, что в интересах страны. То есть вы от цинников ждете, что у них совесть проснется, которая у них нет определения? Нет, я жду таких общественных условий, таких общественных условий, в которых они, если угодно, будут объективно вынуждены признать свои ошибки. Вот признание, прямое признание своих ошибок, Чубайса, как бы это ни было, как бы это, так сказать, не звучало, почему? Здесь есть два варианта. Либо люди добровольно признают свои ошибки, либо их история сама заставит признать то же самое. Но только уже, извините, другими методами. Вот тогда только будет перевернута эта страница. Почему? Потому что все остальное это говорили. Можно сколько угодно говорить, что мы переходим от разрушения к созиданию, но без того, чтобы перевернуть эту позорную реакционную страницу истории нашей новейшей, все это будет восприниматься исключительно, так сказать, как фразерство, как слова. Вот это первое. Как бы это ни казалось, так сказать, утопично сегодня. Но задача есть, это историческая задача. Общество должно добиться от разрушителей прямого признания того, что они делали, так сказать, все, что они делали, это было не в интересах развития страны. Все. Это первое. Это будет свидетельствовать об уровне уже общественного сознания. Общественного сознания. Вот это первое. Второе. И, кстати, по 90-м годам сегодня такой уровень общественного сознания, он практически, так сказать, присутствует. Так что я считаю, в этом отношении нужно просто... Есть запретные темы, как вы понимаете. Да, но разрушителей нужно просто дожать. И тогда страница будет перевернута. И вот следующая страница, это созидательное развитие. Что, с чем оно связано? Что вся система, социально-экономическая система страны четко настраивается на общий государственный интерес. Не на компрадорский, не на личный. И убирается это совершенно, так сказать, ничем не сообразимо, это, так сказать, максимум, что отдельный индивид выше, чем совокупность индивидов. Во-первых, это просто-напросто теоретический абсурд и нелепость. Если индивид выше всех, то почему два индивида тоже не выше всех? А три почему не выше всех? А четыре почему не выше всех? Это нужно полностью, так сказать, искоренить и сказать, что интересы взаимодействия, социального взаимодействия, выше, чем интересы социальной конкуренции. Вот это такие, так сказать, исходные принципы, которые будут свидетельствовать о том, что страна действительно от этапа разрушения переходит к этапу созидания. То есть поставить в угловую угла консолидацию интересов. Безусловно, и взаимодействие, внутреннее социальное взаимодействие, политическое и экономическое. Дальше. Вопрос о собственности. Вопрос о собственности. Вот Гайдаровский форум, они четко декларируют этот вопрос о собственности и четко каждый раз подчеркивают, что мы за священную частную собственность, неприкосновенную. они четко не боятся, не стесняются и не говорят, что это не политкорректно. А как только речь заходит о государственной собственности, о национализированной собственности, это оказывается табу. Так вот это табу должно быть тоже выброшено. Оно должно быть тоже, так сказать, выброшено. И тоже должно быть очень четко сказано, что есть многоукладность форм собственности. И мы это признаем. Но это не должна быть бессистемная и хаотическая многоукладность. Она должна быть иерархией. Многоукладность и собственность. И она должна быть четко иерархирована. Почему? Потому что должна быть ведущая, главная форма собственности, которая конституирует всю эту многоукладность. И эта главная форма собственности должна быть вертикально интегрированная по экономическому устройству и национализированная в стратегических секторах экономики страны. В каких? Ну прежде всего, например, национализирована собственность на землю. В многонациональной стране из земли нельзя устраивать объект дележки, объект перераспределения, и тем более это со дне государства. И тем более это со этническим, окрашенным. То есть это проблема у Кавказа. В том числе, да. Национализация земли сегодня это сразу конец войны на Кавказе. Сразу же. Одно момент. В инфраструктуре. Раздел вертикальной интеграции в железнодорожном комплексе. Стратегическая ошибка. И мы видим сегодня, что творится с пригородными электричками и так далее и тому подобное. Когда частники постоянно просят, датируйте, включите инвестиционную составляющую. Помните, о чем мы с вами-то говорили, да? Вот. Включите, пожалуйста, инвестиционную составляющую. То есть, значит, исключительно спекулировать социальной проблемой ради личного, своих корыстного обогащения. Нет. Это была ошибка. Отделение вагонов, тасать от путей, это ошибка. Это тоже надо признать. Ну, совершенно еще. Команда, которая сидит. Да. Расчленение электроэнергетики, это тоже была, тасать, ошибка. Надо восстановить здесь вертикальную интегрированную. Это мнение всех энергетиков. Это мнение всех промышленников, это мнение энергетиков. И это надо сделать. Я называю такие болезненные, тасать, точки, но реализация предпосылок для новой индустриализации, она всегда требует расшивки этих мест. Она требует снятия этих болезненных вопросов. И мы четко говорим, как их снимать. Совершенно четко. И можно пробовать другие варианты. Но мы, опять же, как профессионалы, мы сразу говорим. Эти все можно, что бы вы ни перепробовали. Но без восстановления вертикальной интеграции вас ждет провал. Вас ждет на выходе одно. Неэффективность. Неэффективность. Следующее. И на Московском экономическом форуме, к большому сожалению, продолжает звучать это совершенно несуразная максима. Альтернативы рынку нет. Это старая, да. Вышел Альфред Гузенбаур и сказал очень интересную, высказал очень интересный тезис. Капитализм начинается там, где кончается рынок. И у нас моментально встрепенулись академик Никипелов, член-корреспондент Руслан Семенович Гринберг. Как это так? Альтернативы рынку нет. Мы этого не понимаем. Европейцы очень четко понимают, что рынок это простое товарное производство. Это местечковый рынок, локальный, местечковые ярмарки. А капитализм это уже как-никак, но это централизация рынка. И вот наши, к большому сожалению, представители академического соцсектора, здесь они демонстрируют неакадемический уровень представлений. Почему? Ну ладно, у вас трудности с идентификацией. Не можете отличить этот рынок при простом товарном производстве от рынка при капитализме. Ну бог с ним. Я допускаю, это не всегда легко. Но, хотя бы подразделить рынок на регулируемый и нерегулируемый, вы же можете. И вы можете задать тогда простой вопрос. Альтернативы какому рынку нет? Регулируемую или нерегулируемую? Ну хотя, есть рынок централизованный и децентрализованный. Какому из них нет альтернативы? Хотя бы так поставьте вопрос, и вас тогда самих удивит полная нелепость вот этого тезиса, что альтернативы с этой рынку нет. А я спрашиваю, альтернатива деиндустриализации есть? Какая? А я спрашиваю, альтернатива плану и планированию есть? Вот в советское время очень часто кричали тоже, ну, не побоюсь этого слова, недоумки из политбюро. В частности, начальник Геннадия Андреевича Зюганова, тогда небезызвестный, Александр Николаевич Яковлев. Значит, разделял эту же максимум, что рынок это альтернатива плану, а план это альтернатива рынку. Ну, Александр Яковлевич. Ну, это, извините, полное недомыслие, возведенное просто, так сказать, вот в степень политбюро тогдашнего. Почему? Почему? Потому что вот последующий 22-летний опыт, он показал, что альтернатива плану единственная. Это развал страны и деиндустриализация. И вымирание населения. Не рынок альтернатива плану, а полная разруха, стихия, хаос и разруха. Вот что является альтернативом плану и планирование. И вот, к сожалению, этот момент на московском экономическом форуме, он был на блинарной, это, так сказать, секции, очень-очень таким прискорбным. Почему? Потому что даже иностранные участники, даже европейцы, они здесь нашему, вот в данном случае, непониманию двух представителей, так сказать, академической секции, жутко удивлялись. Это же на каком-то, так сказать, уровне представлений находится сегодня российская, так сказать, академическая наука по данному принципиальному вопросу. Европейцы четко понимают, что задача капитализма не свободная конкуренция, а монополизация, о чем Альфред Гузенбаур не русским языком, правда, но на достаточно приличном английском объяснил. Что задача рынка вовсе, так сказать, не в том, чтобы вот свободная конкуренция была, а задача капитализма, извините, чтобы была скорость, так сказать, оборота капитала, и особенно промышленного капитала. Вот чем задача рынка. А свободная конкуренция, это уже, простите, это совершенно другая эпоха, от которой мы ушли. Вот, вот с этим посылом тоже надо очень четко, так сказать, покончить и сказать, что тот, кто говорит, что альтернативы рынку нет, или что рынок альтернатива плану, вот, тому, так сказать, надо все-таки проходить подготовительные где-то, так сказать, классы, и в той же Австрии пойти, так сказать, вот, набрать материалы, газеты австрийские почитать. Вот, и там очень четко будет видно, какими проблемами занимается современная, так сказать, экономика разных стран. И если кто-то из них обнаружит в австрийской газете, или в немецкой, или во французской, вот такие заклинания ежедневные, что альтернативы рынку нет, ну, тогда, извините, значит, они нашли своих союзников. Сергей Семенович, к сожалению, наше время подошло к концу. Я хотел бы поблагодарить за содержательную беседу. Мы сегодня обсуждали тему, в частности, Московского экономического форума «Уроки на будущее». Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok